Беседа на слова апостола. Знаем, что любящим Бога все содействует ко благу. Римлянам 8.28. О терпении, о том, сколько пользы от скорбей. Как будто спустя долгое время я возвратился к вам. В таком расположении духа нахожусь я сегодня. Хотя я был заключен дома по причине телесной болезни, но как будто был отлучен далеко от вашей любви. Так я чувствовал себя. Кто умеет любить искренне, но не может быть вместе с тем, кого любит, тот хотя бы жил с ним в одном и том же городе, будет чувствовать себя нисколько не лучше живущих в чужой стране. Это знают те, которые знают любовь. Поэтому простите нам, прошу вас. Не от ленности нашей происходила эта разлука, но болезнь телесная была причиной умолчания. Зная, что теперь все вы радуетесь, что мы избавились от болезни. А я радуюсь не только тому, что избавился от болезни, но и тому, что опять могу видеть вожделенные ваши лица и утешаться вашей любовью по Боге. Как многие из людей по избавлению от болезни ищут сосудов, чаши, прохладительных напитков, так для меня приятнее всякой радости ваше собрание. Оно для меня и причина выздоровления, и источник радости. Итак, теперь, когда по благодати Божией мы опять встретились друг с другом, заплатим вам долг любви, если только можно когда-нибудь заплатить его. Этот один долг не имеет конца, но чем более уплачивается, тем более возрастает. И как в деньгах мы хвалим тех, которые ничего не должны, так здесь мы ублажаем тех, которые должны много. Поэтому учитель вселенной Павел в послании говорит, «Никому ничем не бывайте должными, только любовью друг к другу» Римлянам 13.8, «Желаю, чтобы мы и постоянно платили этот долг, и постоянно оставались должными, и никогда не уплачивали этого долга, пока не окончим настоящую жизнь. Как быть должником деньгами тяжело и неприятно, так не быть постоянно должным этим долгом достойно осуждения. А дабы тебе убедиться, что это действительно так, послушай мудрости дивного учителя, как он предложил увещание, сказав наперед, «Никому ничем не бывайте должными», он потом превысокупил, «Только любовью друг к другу», «Желаю, чтобы всякий наш долг здесь был уплачен». А этот долг оставался постоянно неуплаченным, потому что это особенно поддерживает и скрепляет нашу жизнь. Итак, когда мы знаем, сколько пользы от этого долга, и что он, уплачиваясь, больше возрастает, постараемся теперь и мы, сколько можно отдать долг, которым остаемся должными вам, не по лености или по какой-нибудь невнимательности, но по приключившейся болезни, предложив краткую беседу вашей любви и заимствовав предмет беседы от того же самого дивного Учителя Вселенной, о чем он говорил сегодня в послании к римлянам. То и мы, представив, припомним и после долгого времени молчания, предложим вашей любви духовное угощение. Но необходимо сказать, что было прочитано, дабы вы, припомнив сказанное, с большей легкостью усвоили себе наши слова. «Знаем», — говорит он, — «что любящим Бога, признанным по его изволению, все содействует ко благу». Для чего сказано такое вступление? «Ничего напрасно и без цели не говорит эта блаженная душа, но всегда прилагает представляющимся болезням соответственные духовные врачерства». Что же означают слова его? «Так как многие искушения со всех сторон окружали тогда обращающихся к вере, и беспрерывные были ухищрения со стороны врага, непрестанные козни, и не успокаиваясь противники проповеди, одних ввергая в темнице, других подвергая изгнанием, иных увлекая во многие другие пропасти, то подобно тому, как отличный военачальник, видя противника, дышащего великой яростью, обходит своих везде, ободряет, укрепляет, приготовляет, располагает к мужеству, делает готовыми поднять руки против врага и не бояться его нападений, но с твердым духом стоять против него, поражать его, если можно, самое лицо его, и не страшиться противодействия ему. Таким же образом этот блаженный, это достигающая до небес душа, желая ободрить души верующих и стараясь восстановить лежащие долу, так сказать, ум их, начин речь свою так, знаем, что любящим Бога все содействует ко благу». Видишь ли апостольское благоразумие? Он не сказал «я знаю», но «знаем», присоединяя их к изъявлению согласия на сказанную мысль, что любящим Бога все содействует ко благу. Заметь точность выражения апостольских. Он не сказал «любящие Бога избегают бедствий, освобождают от искушений», но «знаем», говорит. То есть мы уверены, мы убеждены, на самом опыте получили доказательства, знаем, что любящим Бога все содействует ко благу. Какая, думаете вы, сила заключается в этом кратком изречении? 160. Все, говорит, содействует ко благу. Не указывай мне здесь на приятное, не представляя только покой и безопасность, но и противное тому, темницы, скорби, козни, ежедневные нападения, и когда увидишь в точности силу изречения. Чтобы не отвлекать любовь вашу слишком далеко, если хотите, мы представим немного из того, что происходило с этим блаженным, и вы увидите силу изречения. Когда он, ходя всюду, сея слово благочестия, исторгая плевела, и стараясь насадить истину в душе каждого, был в одном городе, Македонии, как повествует нам блаженный Лука, составивший книгу деяний, то встретил некоторую служанку, имевшую злого беса, и не могшую молчать, но ходившую и хотевшую посредством этого беса сделать апостолов известными везде, и прогнав его с великой властью, словом и повелением, как бы какого-нибудь негодного раба, избавил ее от злого беса. После этого жители того города, жителям, следовало бы смотреть на апостолов, как на благодетели и спасители и всякого рода почитанием воздать им за такое благодеяние, а они воздают противный. Послушай, чем они воздают им деяние 16.23. Видели, говорит, где и писатель, господа ее, что исчезла надежда дохода их. Схватили Павла и силы и повлекли на площадь к начальникам. И приветшие их к воеводам сказались, и люди, будучи иудеями, возмущают наш город. Проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Народ так же восстал на них, а воеводы, сорвавши с них одежду, велели бить их палками и давшие много ударов, ввергли в темницу, прикажавшую темничному стражу крепко стеречь их. Видите ли, крайнее нечестие жителей того города. Видите ли терпение и твердость апостолов. подождите немного, и вы увидите и божие человеколюбие. Он как премудрый и провидящий, не вначале и при первом случае избавляет от бедствий, но когда усилятся все меры врагов, и когда делами доказано будет терпение подвижников его, тогда являет собственная помощь, чтобы никто не мог говорить, будто они потому решаются на опасности, что уверены, что с ними не случится ничего неприятного. Поэтому он некоторым и попускает терпеть бедствия по своей неизреченной премудрости, а некоторых избавляет от них, чтобы ты из всего познал чрезмерное человеколюбие его, и то, что он, соблюдая для них большие награды, часто попускает усиливаться бедствием. Так он поступил и здесь. После такого чудо и благодеяния, которое оказали изгнавшие бесстыдного беса, он попустил им получить удары и быть посаженными в темницу, потому что отсюда особенно и открылась сила Божия. Поэтому блаженный Павел и говорил 2 Коринфянам 12.9.10 Но Господь сказал мне, довольна для тебя благодатью моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нужных, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен. Называю немощи непрестанное искушение. Но может быть здесь кто-нибудь недоумевает, почему они изгнали беса, который не говорил ничего противного им, но еще делал их известными, потому что он много дней кричал, говоря, сие человеки, рабы Бога Всевышнего, они возвещают нам путь спасения. Не удивляйся, возлюбленный, это было делом благоразумия апостольского и благодати духа. В самом деле он не говорил ничего противного им, но дабы через это, сделавшись достойным доверия, бес не мог и в других делах увлекать людей более простых. Для того апостол заградил ему уста и изгнал его, не допустив ему говорить то, что выше его достоинства. Это сделал он, подражая своему Господу, потому что и к нему приступили, говоря, знаем, кто ты святый Божий. Лука 4, 3, 4. Однако он изгонял говоривших так, а совершалось это в обличении бесстыдных иудеев, которые, видя каждый день происходившие чудеса и бесчисленные знамения, не верили, между тем, как бесы признавали и исповедовали его Сыном Божиим. 161. Впрочем, возвращаемся к предмету нашей речи. Чтобы вы знали, как любящим Бога все содействует ко благу, нужно прочитать вам весь рассказ об этом событии, чтобы и отсюда вы увидели, как после ударов, после темницы все во благо им обратила благодать Божия. Но посмотрим, как излагает это блаженный Лука. Деяние 16.24. Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Заметь, как усиливается бедствие, чтобы терпение апостолов сделалось блистательнейшим, и неизреченная сила Божия стала явной для всех. Выслушай и дальнейшее. Около полуночи павел и сила молясь воспевали Бога, узники же слушали их. Посмотри на возвышенную душу, посмотри на бодрствующий ум. Не будем возлюбленные оставлять этих слов без внимания. Не напрасно обозначил он нам и время, сказав «Около полуночи». Но желаю показать, что тогда, как над всеми другими тяготеет приятный сон и снижает их вежде, особенно же те, которые обременены многими скорбями, обыкновенно предаются в это время сну, тогда, как говорит «Сила сна Господь Соловизия тогда они, молясь, воспевали Богу, предоставляя величайшее доказательство своей любви к Нему». Как мы, страдая телесными болезнями, ищем общество людей, близких, чтобы разговором с ними, утолить силу боли, так и эти святые, пламенея любовью к Господу и вознося священные песни, даже не чувствовали своих скорбей, но все цело предавались в молитве и возносили свое дивное песнопение, та, что темница сделалась церковью, и всякое место освещалось песнопением этих святых. И можно было видеть чудные и дивные дела, как люди, связанные колодкою, не встречали никого, никакого препятствия к песнопению. Так человеку бодрствующему, внимательному, имеющему пламенную любовь к Богу, ничто никогда не может препятствовать беседовать с Господом. Бог говорит, он, приблизился я, а не Бог. Иеремия 23, 23, еще в другом месте. Возопьешь, и я скажу, вот я, Исайя 58, 9, где душа бодрствующая, там ум окрыляется и освобождается, так сказать, от уст, тело возлетает к предмету любви, и презирая землю, и становясь выше всего видимого, стремиться к нему. То же самое было и с этими святыми. Посмотри на внезапное действие их песнопений, и как они находятся в темнице, будучи связаны колодкой и поставлены наряду с мошенниками, преступниками, не только не потерпели никакого вреда, но еще больше просияли от этого света, и светом собственной добродетели озарили всех бывших в темнице, потому что голос священных песней их входя в душу каждого из узников, изменил ее, так сказать, и прообразовывал. Их двадцать шестой и вдруг сделалось великое землетрясение, так, что поколебалось основание темницы, тотчас отворились все двери и у всех узы ослабели. Видишь ли силу песнопений Богу? Не только сами возносившие песнопения получали утешение, но и сделали то, что со всех оковы спали, что на самом деле видно было, что любящим Бога все содействует ко благу. Вот и удары, и темница, и колодка, и пребывание с преступниками, и однако все это сделалось причиной благ и поводом к славе, не только для апостолов и бывших в темницу узников, но и для самого темничного стража. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Посмотри здесь на человеколюбие Божие, которое превышает всякое слово. Для чего все это совершается около полуночи? Не для чего иного, как для того, чтобы дело устроилось без шума и спокойно, и чтобы совершилось спасение темничного стража. В самом деле, когда сделалось землетрясение и двери отворились, аковы спали со всех там находившихся, никому из них не было допущено уйти отсюда. Заметь, здесь и с другой стороны, премудрость Божия. Все прочее, то есть землетрясение, открытие дверей, произошло для того, чтобы все на деле узнали, каковы были находившиеся тогда в темнице, что они были непростые люди, но выйти оттуда никому не было допущено, чтобы это не подавало повода к опасностям для темничного стража. А что это справедливо, послушай, как темничный страж лишь только заметил случившееся и подумав, что некоторые разбежались, не дорожил самой жизни своей, извлек меч, говорится, желая убить себя. Но везде бодрствовавший и предусмотрительный блаженный Павел собственным голосом исторгнул агнца из пасти дикого зверя. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. О, крайне смиренно мудрее, он не думал высоко о себе при таком событии, не напал на темничного стража, не позволил себе произнести что-нибудь надменное, но в числе узников, преступников и злодеев поставил и себя самого, сказав, все мы здесь. Видишь ли, скорь великое показывает он смиренно мудрее и не приписывает себе ничего больше находившихся там злодеев. Посмотри затем и на темничного стража, который приступает к нему, уже никак к одному из прочих, ободрившись, говорится, потребовал огня, вбежал в темницу и с трепетом припал к Павле и Силе и выведший их вон, сказал государим они, что мне делать, чтобы спастись? Видите ли, как любящим Бога все содействует ко благу? Видите ли, как уничтожено хитрость дьявола, как недействительными оказались козни его? Когда они изгнали беса, то он устроил, что они были посажены в темницу, думая, через это поставить препятствие распространению проповеди. Но вот и темница послужила для них поводом к духовному приобретению 163. Так и мы, если будем внимательны, можем получать пользу не только находясь в благоприятных обстоятельствах, но и скорбях, и тогда еще более, чем при благополучии, потому что благополучие, как бывает по большей части, делает людей беспечными, а скорбь, заставляя быть внимательными, делает достойными и высшей помощи, особенно когда мы в надежде на Бога, оказываем терпение и твердость во всех приключающихся скорбях. Не будем же сетовать, когда постигает нас бедствие, но будем более радоваться, потому что это бывает поводом к нашей славе. Поэтому и Павел говорит, знаем, что любящим Бога все содействует во благо, но посмотрим на пламенный душ у тех святых, когда они услышали слова темничного стража, что подобает нам делать, чтобы спастись, то медлилили отложили, пренебреглили оглашением. Нет. Но что сказали ему? Веру в Господа Иисуса Христа и спасешься ты и весь дом твой. Диане 16.31 Посмотри на апостольскую попечительность. Они не довольствуются его спасением, но через него хотят из всех домашних его уловить учением благочестия, нанося дьяволу смертельную рану и проповедали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И приедший их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Отсюда мы научаемся никогда нисколько не медлить в делах духовных, на всякое случающееся время считать удобным. В самом деле, если эти святые не хотели отложить дело ночью, то какое оправдание будем иметь мы, пренебрегая духовной пользой в другое время? Видишь ли темницу, сделавшуюся церковью? Видишь ли жилище преступников, внезапно обратившееся в молитвенный дом и священодействие там совершаемое? Так важно бодрствовать и никогда не пренебрегать духовной пользой, но всякое время считать удобным для такого приобретения. Поэтому хорошо говорил этот блаженный в послании любящим Бога все содействует ко благу. Это изречение будем и мы увещеваю вас иметь начертанным в душе нашей и не будем никогда сетовать, когда подвергаемся в этой жизни каким-нибудь прискорбным обстоятельствам или телесным болезням или каким-либо другим печальным случаем. Но руководясь великим любомудрием будем протириться всякому искушению, зная, что если мы будем внимательны, то можем получать пользу от всего и еще больше от искушений, чем от благоприятных обстоятельств. Не будем никогда падать духом, представляя сколько пользы от терпения, равно не будем питать ненависти к тем, которые подвергают нас искушением, потому что хотя они делают это имея собственную цель, но общий владыка попускает это, желая, чтобы мы через это приобретали духовные блага и получили награду за терпение. Итак, если мы будем в состоянии с благодарностью переносить приключающиеся бедствия, то изгладим немалую часть грехов наших. Если Господь видит такое сокровище и Учителя Вселенной, подвергающимся каждый день опасностям, допускал это не потому, чтобы он презирал своего подвижника, но потому, что приготовлял для него пространнейшее поприще, дабы даровать ему блистательнейшие венцы, то что можем сказать мы, исполненные бесчисленных грехов, из-за это часто впадающее в искушение, что получив за них наказание здесь, удостоится хотя малого милосердия и получить в тот страшный день неизреченное благо. Размышляя об этом в самих себе, будем мужественно принимать все, что нам и получить награду за терпение от человеколюбивого Господа, и изгладить множество грехов наших, исподобиться вечных благ, благодатью человеколюбим Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и призна, и во веки веков. Аминь.